Здравствуйте, друзья! Вы когда-нибудь ездили на метро? Метро – самый быстрый вид городского транспорта. В нашей стране метро существует в семи городах – Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Казани, Самаре, Новосибирске и Нижнем Новгороде. С одного конца Москвы в другой вы доедете на метро всего за час. А еще московское метро считают самым красивым в мире. Петербургское метро – самое глубокое в мире по средней глубине залегания станций. И обладатель самого длинного в мире эскалатора – 137 метров на станции Адмиралтейская. В Новосибирске – самый длинный метромост – 2145 метров через реку Опь. А вестибели станций находятся в обычных жилых домах. Давным-давно, когда не было даже автобусов, люди ездили на лошадях вверху или запрягая их в повозке. Позже появились амнибусы – это неуклюжие двухэтажные кареты, запряженные лошадьми. А еще конки, предшественники, трамваи. Специальные вагончики тоже тащили лошади, но уже почетко выделены с дороги. Примерно в то же время появились и первые автомобили, пока еще трехоходные и неуклюжие. Но уже в XIX веке в больших городах на улицах становилось тесно. Даже несмотря на то, что транспорта в современном виде еще не существовало. И вот однажды появилась смелая, даже фантастическая идея использовать пространство под землей. Сначала ее они воспринимали всерьез и даже рассмехались. Как это – ездить под землей? Это наверняка опасно и неудобно. Темно, тесно, потолок может обвалиться. Да и как копать будут? Чем? Ну, не лопатами же. А если даже выкопают? Кто под землей станет пассажиром? И туда ведь не запустишь лошадей с амнибусами. Но первая подземная дорога все же появилась в 1863 году в Лондоне. Ее построила компания «Метрополитен». В компании «Метрополитен» работали инженеры, которые строили железные дороги для поездов. И они решили, что под землей тоже нужны дороги в виде рейсов и шпал. А раз под землей запустят поезда, для них нужны просторные тоннели, станции, платформы, семафоры и многое другое. Началось строительство. В те времена еще не было электровозов и других машин. Первые тоннели строили с помощью обычных инструментов. Использовали бревна, доски, ломы, молотки, топоры, лопаты, пилы, фонари, проволоку, ведра, веревки. И когда все было готово, подземную спустили настоящие вагоны и два паровоза. Первый тоннель строили три года. Скоро после запуска подземных поездов стало ясно. От угля много грязи и дыма. Но, несмотря на неудобства, новый вид транспорта пассажирам понравился. Чуть позже появилось электричество и подземку переделали. В 1872 году метро появилось в Нью-Йорке. В 1898 в Париже. И в 1900 в Берлине. В 1902 году планировали построить метро и у нас в стране. Но тогда эта идея одобрения не получила слишком дорого и хлопотно. Первое метро в нашей стране построили в Москве. Решение о его строительстве приняли в 1931 году. Первый поезд был спущен в станцию «Сокольники» 15 мая 1935 года. Этот день и стал днем рождения метро. Как строить метро? Все начинается с карт. Как это строить с активами? А вот как. Сначала свою карту изучают геологи. Чтобы определить, какие слои залегают под землей. Например, глина, песок, гранит, другое. Это нужно, чтобы понять, где копать можно, а где опасно. Потом карту изучают историки. Они смотрят в медленно намеченных местах других препятствий. Например, при строительстве Ленинградского, то есть современного языком петербургского метро, очень пригодились сведения о речке Кривуша, которую засыпали в начале 19 века. Но под землей она продолжала существовать. После историков карту изучают инженеры подземных магистралей. Это проводчики, электрики, телефонисты, слесари, розовики. Они отмечают, где проходят коммуникации, чтобы их не повредили при строительстве нутро. После чего карты отправляют в жилищный департамент города. Там отмечают фундаменты современных домов, глубину их залегания, материал, возраст. Отмечают направление и ширину улиц, площадей, переулков. На финальном этапе все сведения отправляются в проектный институт, где чертят генеральную схему. На ней отмечают не только будущие станции, но и учитывают связи метро с другими людьми транспорта, а также развитие города в будущем. И только потом переходят непосредственно к строительству. Чтобы работа шла быстрее, тоннель роют с двух сторон, идут навстречу друг другу. Как же люди роют тоннели и никогда не сбиваются с пути? Откуда они знают, что рыть нужно именно в том месте, а не в другом? Это стало возможно с изобретением специального прибора – теодолита. Он похож на трубочку на подставке. Сначала его использовали для строительства тоннелей в горах для обычных поездов. Если с теодолитом обойти кругом горы, то трубочка из любого места укажет прямо туда, где прибор стоял с самого начала. Так что теодолит стали использовать и для прохладки подземных тоннелей. Вначале тоннели строили почти вручную, потом изобрели проходческий комбайн. Перед запуском каждой станции проводятся испытания, обкат. Только когда убедятся, что трасса в порядке, ее открывают для всех поездов. Поезд метро преодолевает расстояние между станциями за несколько минут. Но когда строили тоннели, время измеряли месяцами. Например, в Санкт-Петербурге путь от станции Приморская до станции Василия Островского занял 45 месяцев. Так долго прокладывают тоннели не только потому, что саморабота тяжелая, но и потому, что метростроители постоянно сталкиваются с подземными проблемами и опасностями. Например, с огромными валунами, которые приходится убирать с помощью взрывчатки или отбойных молотков. Или с подземными реками, грунтовыми водами или плавунами, с подземными песчаными болотами. Последние особенно опасны не только для тоннелей, но и для поверхности. Так как образуются пустоты, в которые могут провалиться дома или автомобили. Как же бороться с плавунами? Придумали специальные холодильные машины с длинными тонкими трубами. Трубы опускают под землю и замораживают плывун жидким азотом. И такой плывун уже не опасен. И что же находится внутри метро? Сначала мы заходим в вестибюль метро, то есть наружную часть станции. Двери в вестибюль ставят особые, прочные, чтобы не ломались, быстро, плавно закрываясь. Они помогают сохранять тепло в холодные дни. Потом нужно пройти через турникеты, особые устройства, которые пропускают пассажиров только после оплаты проезда. К поезда можно попасть только одним способом, спустившись на эскалатор. Сейчас все уже привыкли к эскалаторам, а когда-то они казались чудом. Они поражали пассажиров даже больше, чем мраморные залы станции и скорость движения поездов. Эскалатор, как айсберг, снаружи видны лишь ступеньки, а весь огромный механизм движения находится внутри. Эскалатор – это целая сложная машина, внутри которой множество отдельных устройств, агрегатов, соединений. Управляет им автоматика. В Москве самый длинный эскалатор находится на станции Парк Победы. Его длина – 126 метров. Он едет вверх или вниз целых 3 минуты. Тоннели, которые соединяют станции, называются перегонами. Станции – это тоже тоннель, только короткий и просторный. Под платформой станции сооружается широкий подземный коридор. По бокам вырублены глубокие ниши. Здесь находятся служебные помещения метро для дежурных, диспетчеров, ремонтников, машинистов. Есть станции, которые соединяются между собой пассажирскими переходами. Иногда они такие большие, что напоминают городские улицы. Какими же бывают станции? Станции, которые располагаются непосредственно на поверхности, называются наземными. Но большинство станций метро – подземные. Станции метро облицовывают разными красивыми и прочными материалами – марамором, гранитом, марблитом, то есть зеркальным стеклом. У нас не встретить двух одинаковых станций. Некоторые станции напоминают дворцы, украшенные резьбой, фресками, мозаиками, картинами, колоннами. Внутри станции поддерживают специальную температуру. Там не бывает жарче плюс 25 и прохладнее плюс 5 градусов. В метро климат создают вентиляционные шахты и сами поезда. За климатом следит санитарно-техническая служба. На каждой станции постоянно проверяются показания приборов. В метро есть важная должность – диспетчер движений. Это человек, который следит с движением поездов и команду им. Он сидит в специальной диспетчерской комнате и отвечает за участок из нескольких станций. На этом участке диспетчер самый главный, его все слушаются. Ночью он регулирует технические работы. Только очень внимательный и собранный человек может работать диспетчером. Поездом метро управляет машинист. Работу машиниста дублирует автоматическая система, которая ведет поезд в большую часть пути. Это называется авторедение. Но машинист нужен для того, чтобы реагировать на непредвиденные ситуации. А еще он по своему усмотрению может укоротить или уделить остановки на станциях. Машинисты учатся в специальной школе и проходят строгую медкомиссию и отбор. Когда рабочий день подходит к концу, все поезда отправляются в депо. Это специальные сооружения, где вагоны можно отделять от поезда, осматривать, ремонтировать и собирать из них новые составы. Вагоны моют снаружи и изнутри, протирают пыль. Механики чинят вагоны, проверяют состояние колес, тестируют двигатели и работают механизмом. Моют и сам туннель. Для этого есть особые поезда-отмойщики, которые поливают мощными струями воды стены туннеля. А еще есть поезда, которые убирают снег с рельсов. Там, где метро проходит по улице. И имеются специальные поезда для ремонта пути. Метро постоянно меняется и развивается. Строятся новые станции, появляются более мощные и удобные поезда, меняется и внешний облик станций. При этом метро остается огромным подземным городом, в котором трудятся тысячи людей, чтобы пассажирам каждый день было комфортно в пути. Это настоящие чудо-инженерные мысли. Целый подземный мир огромный, сложный и очень интересный. В настоящее время с историей и красотами московского и петербургского метро можно познакомиться на авторских экскурсиях. А подготовиться к экскурсиям вам помогут книги, которые есть в нашей библиотеке. Спасибо за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok